Выдаёт кредит под низкие проценты, независимо от кредитной истории. Речь идёт о мошеннице, которая оформила кредиты на 157 жителей Жамбулской области. У некоторых потерпевших даже начались проблемы со здоровьем, а кто-то и вовсе умер, не выдержав нервотрёпки. Многие, собравшиеся перед областной прокуратурой, считают, что виновное лицо должно понести заслуженное наказание, а все оформленные на них кредиты должны списать. Общая задолженность по кредитам всех 157 потерпевших составляет более 300 миллионов тенге. Ранее эти люди хотели сами взять кредит в банки, но им либо отказывали, либо предлагали маленькую сумму, но не ту, на которую они рассчитывали. И тут свои услуги предлагала одна женщина. Людям кредит одобряли, она обналичивала деньги и больше ни её, ни денег люди не видели. А между тем банки требуют погашения кредита и процентов. Если мы пойдём в банк, нам кредит не выдают, потому что нет пенсионных отчислений и зарплата маленькая. Мы поверили ей после того, как она сказала, что нам выдадут кредит, под небольшой процент. И нам, папе и мне кредит одобрили, но денег мы так и не получили. И сейчас банки требуют с нас погасить кредит и проценты. Всю поступающую зарплату у нас списывают с карты, не оставляя даже прожиточного минимума. Я зарабатывала 70 тысяч тенге на данный момент без работы. Эта девушка сказала, что нам дадут кредит под небольшой процент. Я обрадовалась и согласилась. Я не знала, что она вытащит деньги из нескольких банков. Я не собиралась брать кредит в нескольких банках. Ещё на одного человека, инвалидов второй группы, тоже оформили кредит в Каспий банке на полтора миллиона тенге. Сейчас я на просрочке, работы тоже нет. Из-за всей ситуации у некоторых потерпевших начались проблемы со здоровьем, а кто-то и вовсе не смог это пережить. По данным прокуратуры, в составе группы подозреваемых 15 человек. Сейчас трое из них находятся под арестом. По словам представителей комитетного органа, ввиду объёмного дела судебный процесс будет длительным. Все уголовные дела в отношении 15 подсудимых были возвращены в прокуратуру согласно ст. 320 Уголовно-процессуального кодекса. Дело очень большое, поэтому постановление суда будет обязательно оценено, внесено ходатайство и рассмотрено на апелляционной коллегии. Будет дана оценка правильности данного постановления суда на предмет правомерности. Если ущерб, причинённый потерпевшим, не будет возмещён, в обязательном порядке предусматривается наказание в виде лишения свободы. Теперь людям ничего не остаётся, как уповать на букву закона. Люди лишь просят, чтобы виновные были наказаны и кредиты, которые они не брали, у банков были списаны. Ильдар Кзетуллин, Гомжан Синбаев, Айканах, парад.